Не стойте слишком близко. Он тигренок, а не киска. Всем привет! Это Ксю и канал Родомоушку. А этот огромный зверь, несмотря на свои внушительные габариты, действительно не киска. И не жираф, и не цапля, как могло бы показаться по передней вилке. Это Тигренок, младший брат 1200-го, Tiger 900, версии Rally Pro. Все идут одной тропой. Рынок суров. И если уходить в дебри чистого творчества, то тут или путь к эксклюзивным штучным экземплярам, или, что вероятнее, к банкротству. Компания Triumph знает об этом не понаслышке. И трудные времена наступали у английской марки не раз, несмотря на действительно удачные, я бы даже сказала, легендарные модели. Триумфальная классика до сих пор считается эталонной, а вот у туристов с эндурами путь посложнее. Кстати, вы знаете, что эндурию тигриное племя заразилось только в 90-х годах? До этого имя Tiger носили самые что ни на есть классические мотоциклы, которые выпускались с 1939 по 1983 год, плавно эволюционируя параллельно с другими моделями марки. Но изначально тигры отпочковались от других модификаций по признаку более мощной силовой установки. То есть не просто так-то он имя свое грозное получил. А в последней инкарнации Tiger возник как универсальный турист-вседорожник. И тоже был он в 900-м, кстати. Потом была даже попытка натянуть на него некую спортивную сущность. Но получилось это очень странно, поэтому такого тигра никто не знает. А дальше, как полагается. Постепенный рост кубатуры и, дойдя до класса, образующей отметки в 1200, у большого тигра завелся младший брат, 800-ка, который жил 10 лет, не тужил. А вот в 2020-м подрос до 900 кубиков. Фух, прям целое древо генеалогическое вам тут тигриное я развесила. Хотя интересно знать, откуда ноги растут. Точнее, колеса. Ведь в 90-е 900 это было очень жирно и много. А сейчас это младший тигренок. Или это совсем иное явление? Давайте разбираться, ибо есть в чем. Начнем с того, что их 5. Просто Tiger, GT, GT Pro. Pro, Rally и Rally Pro. Такова современная реальность. Каждый уважающий себя производитель должен иметь несколько вариаций на тему одной модели. И вроде как все то же самое, а вроде как и пяток разных мотоциклов получается. Один – простой бюджетный городской. Второй – турист-кроссовер на литых колесах. Третий – фаршированный турист-кроссовер на литых колесах. Четвертый – тур эндуро с правоверным 21-м спецованным спереди. И пятый – да, то, что досталось мне. Rally Pro. Фаршированный тур и тру эндуро с максимумом ништяков, которые только можно предположить. Ну, господа, простите. Те, кто немножко знает меня и мои обзоры, в курсе, что я создание чисто асфальтовое. Так что те, кто пришел за лютым отжигом по оффроуду, вам не сюда. Мне бы, наверное, больше зашел GT Pro. Но я никак не могла отказать себе об удовольствии познакомиться с этим прыгуном. Тем более, какая почва для сравнений, но об этом позже. А пока – ТТХ. Двигатель – это, наверное, единственное, что объединяет все пять девятисоток, не считая названия. Объем – 888 кубических сантиметров. 95 сил на 8750 оборотах. 87 ньютон-метров крутящего на 7250 оборотах. Хода подвески – 240 вперед и 230 зад. Главная передача – цепь. Объем бака – 20 литров. Снаряженный вес – 201 килограмм. И сразу понятно, в кого целился наш Тигра. Гусь 850 Adventure. Те же 95 сил, чуть повыше крутящий, чуть побольше бак, но чуть поменьше ход подвески. Новая Африка. Снова 95 сил, крутящий выше, чем у Тигра и Гуся. Бак еще побольше. А хода подвесок все равно не такие длинные, как у нашего англичанина. Сразу скажу про высоту по седлу. Потому что при таких ходах подвесок может показаться, что малоросликам здесь не рады. А нет. Мой рост – 163 сантиметра, кто не помнит. А я с него достаю, ну, вот так. То есть, в принципе, достаю условно даже двумя ногами. А вот с 850-го Гуся Adventure я не достала совсем никак. В чем же его секрет? Все просто. Здесь я сейчас доставала с нижнего положения сидушки 850 миллиметров. Есть еще высокое положение 870. Прям вот можно здесь поменять. У Африки те же две опции. А вот у Гуся в стоке стандартное положение 875 миллиметров. Это много. Но для меня как ни крути. Нет, конечно, там есть опции. Занизить подвеску, занизить сиденье. Но мы сейчас говорим о стоке. Ну что, давайте его вокруг обойдем, рассмотрим. Что тут у нас прям кричит? Ну, расскажите же обо мне скорее. Да. Наша прекрасная белая рама. Докладываю. Она абсолютно новая и более того, со съемным подрамником. Зачем? Ну, все просто. Оно эндуро. И оно готово падать и всяко валяться. И если что-то вдруг погнется, поломается, чтобы все легко снималось, чинилось, ну или же заменялось на новое. Точно так же съемными стали подножки пассажира. Либо как лишняя деталь в помпасах, либо чтобы милый случайно никого не покатал барышни тигроводов на заметку. Пока мы тут, у нашего тигра аморт шова, полностью регулируемый вручную. Вилка тоже шова и тоже крутится вручную. Да-да. И на версии про тоже. Почему? Да потому что про, то есть профи, в данном случае должен быть райдер. И лучше всех знать, что и где, а главное, как четко настроить под себя. Без всех этих гламурных электронных регулировок автоматических. Они есть версии GT. Двигатель здесь новый, как и все вокруг него. Объем возрос незначительно. Зато у нас полностью новый коленвал и другой порядок вспышек между цилиндрами. Ожидается, что характер у 900 будет совсем другой по сравнению с 800. Глубже, ниже и тяговите. Я очень сейчас жалею, что не каталась на 800, но теперь уже придется где-то ее брать на тест. Еще тут другой картер, поменьше, чтобы сохранить серьезный дорожный просвет. А здесь он даже больше, чем на 800 получился. Ну и сам двигатель смещен вперед, вниз и немножко наклонен. Низкий центр тяжести – это важно. Про вилку я сказала уже, давайте лучше на тормоза посмотрим. Сюда их поставили такие, что даже резвому городскому мото должно хватить. Радиальная Брэмбо стилема на 320 дисках. Кайф! Тем более для скромного веса нашего тигренка. Задний тормоз, конечно же, тоже Брэмбо. А еще мне особенно нравится лапка. Она регулируемая. И в зависимости от стиля езды, от мотоботов, которые вы используете, вы можете ее подстроить под себя. Мелочь? Ну черт возьми, как мне нравится. Колеса, кстати, без камерки. Это прогресс. Но почему злющая True Enduro версия с 21 передним колесом комплектуется дорожной резиной? Для таких комнатных блогеров, как я, ну так ведь других опций вообще нет. Чем еще может похвастаться Tigra Rally Pro? Ну, например, в стоке подогревом и водительского, и пассажирского сидения. Водительское включается с кнопки на руле, а пассажирское имеет отдельную кнопку. Вот здесь. Плюс пассажир имеет отдельный прикуриватель для зарядки своего телефона. Ну, очень удобно. Хотя нет, для телефона, уж не знаю, пассажирского ли, или когда человек едет один, тут есть особое свое место. Внимательно смотрим. Вот здесь такое есть ложбинка, куда можно положить телефон. И вот здесь прям цивилизованно к USB его подключить. Потому что у Triumph такая прям вот философия пошла, что обязательно телефон должен быть не в руках, не в карманах. И вообще, когда вы на мотоцикле, вам все покажет мотоцикл. Вот через приборку. Туда можно подключить и пассажирский телефон, и водительский, и чего только нельзя. Сейчас мы это и посмотрим. Приборка у нас здесь, конечно же, царская. Причем каждый производитель норовит с каждым следующим годом сделать еще больше эту приборку. И мне кажется, что эти приборки у мотоциклов будут расти, как ноздри у машин BMW. Ну ладно, это все лирика. А Triumph с нами наш здоровается. Вот так. Все красиво. Все лаконично по-английски. А вот само решение приборки достаточно футуристичное. В центре у нас скорость, под ней нейтраль. Слева датчик уровня топлива, справа охлаждающий жидкости. А тахометр у нас показывается аж на две стороны в виде таких вот то ли крыльев, то ли это стилизация буквы Т. Я, честно говоря, не могу залезть в голову их дизайнерам, но сделали как-то так. А в верхней части экрана это у нас меню телефона. Ничего не поняли? Сейчас объясню. Мы же все помним, что Triumph хотели сделать все, чтобы человек на этом мотоцикле телефон в руки не брал. Ну зачем он ему, если все может быть показано на приборке? Например, смс-ки можно посмотреть, кто что написал. Историю звонков. Кто звонил, что как, тем более, когда тебе звонят, естественно, ты это видишь здесь. Навигатор. Причем Google и Яндекс, даже навигатор, выводится вот сюда. В различных вариантах меню, различными стрелками, но это я вас пока путать не буду. Здесь можно подключить еще и GoPro. То есть реально вот именно камера подключается персонально к мотоциклу. И вот джойстиком, который управляет всем вообще на свете, можно управлять телефоном и GoPro, и всем чем угодно. Прям музыку можно включить. В общем, все, что вы хотите и все, что вам нужно дополнительного, все можно найти здесь. Ну если дальше полистать это верхнее меню, тоже можно найти много интересного. Тахометр в цифрах для тех, кого не устраивает анимация. Стиль приборки можно настроить под себя, их тут аж 4 разных. Будет ли она выключаться при изменении светового режима, там белое, черное, когда будет сервис. Расход топлива, всем интересно, вот 5,8 литра в среднем, при моей эксплуатации. Пробег, средняя скорость в Москве, она совершенно смешная. Ну и собственно все. А если вы думаете, что это все, нет. Самое-то главное меню начинается вот здесь. Режимов двигателя здесь 5, выбираются вот этой кнопкой. Спорт, мой любимый, на котором я езжу в городе. Оффроуд, ну а как же, этот мотоцикл же для оффроуда. Оффроуд, про, и только в этом режиме, и только на ралли про можно отключить АБС и трекшн. Ни на какой другой версии Тайгера 900 это сделать нельзя. Ну, естественно, райдер, где ты можешь настроить все под себя, любую карту двигателя, любой уровень трекшна или АБС. Ну и рейн, куда без него, мало ли, вдруг попали в сильный дождик. А я вам скажу, на 21-м переднем спецованных колесах и тоненьких их. Ну это так себе удовольствие. Ну и пульты. Сначала кажется, что кнопок перебор, а потом понимаешь, что ну все достаточно удобно. Режимы выбора двигателя 1, круиз-контроль 2, переключение света дальний-ближний ДХО 3. Кстати, фару сейчас покажу. Поворотники. Вот этот наш волшебный джойстик, который выбирает и решает все и за телефон, и за весь мотоцикл. И мигалка. Идем смотреть фару. А чтобы показать вам фару, мотоцикл надо завести. А чтобы его завести, нужно сначала выжать сцепление, ведь это триумф. Звук. Ну такое. Мне кажется, на любителя. Но я лучше поеду на нем покатаюсь. Триумфы в этом году, конечно, прям стрельнули, потому что у них и новый рокет, и вот эту вот шутку. Он мягонький, единственное, что он слабый, мне его не хватает. А что он мне не нравится? У него сглючила приборка, смотри. Ну-ка, я его пока заткнул. Я хочу эту приборку нормальную получить. О, блин, напомнился, зайца. У меня синдром того, кто дергает передний тормоз. Я всегда так сделаю. Если ситуация хотя бы чуть меня напугает, я дергаю передний тормоз, я лягу. Это не мотоцикл, а забор. Вообще-то он сейчас дергал жопой. Вот здесь я не боюсь. Мне бы, по-моему, имелось бы смысл давать именно GT Pro, потому что где я и где Rally Pro. Кататься на нем по асфальту, это все равно, что есть спагетти ложкой. Вкусно, конечно, но не очень удобно. То есть можно, конечно. И даже вкусно будет, особенно если распробуешь. Но все-таки проще взять вилку. В нашем случае это Tiger GT. И все же этот зверь для пампасов. Все у него есть для этого. И малый вес, и тяговитый двигатель, и подвеска. Только вот пилота у него для пампасов в сегодняшнем обзоре нет. А что по минусам? Неоднозначно переключаются передачи. В 2020 году можно лучше. Правда. Мотик все-таки для людей ростом и размером побольше, чем я. И дело не в высоте по седлу, а в самом количестве места за рулем. Его очень много. А я с моим ростом сижу очень близко к баку и бедрами упираюсь вот в эти непонятного назначения штуки. Очень неудобно. Могли бы уже сделать электронную регулировку стекла. У старшего есть, а у этого приходится делать вот так. На ходу очень неудобно. Зачем на ходу сделал один раз и расслабился? Ну простите, если жарко, надо опустить пониже. А если поливайка идет навстречу тебе и не собирается выключаться, то надо сделать повыше. В общем, придираюсь, конечно, но вот. Но если уж совсем-совсем придираться, то кнопка аварийки на правой ручке руля это трэш. Правая ручка руля для открытия и закрытия газа. А аварийка, да, по всему миру почти, чтобы сказать спасибо, если тебя пропустили. Я вот вежливый водитель. И мне важно, чтобы аварийка была на левом пульте или где угодно, но только не под правой рукой. А вообще, все хорошо у него. И как по мне, он готов составить серьезную конкуренцию, что гусю Адвенчеру 850, что Африке. А хотя, есть ведь еще и Тенера 700. Где бы ее взять на тест? А вы бы какой из них четырех выбрали для себя? И почему? Пишите в комментариях, обсудим. Ставьте лайки, если я или этот тигр вам понравились. Ну и если вы еще не с нами, подпишитесь обязательно на наш канал. И тогда мы увидимся в следующую среду. И не переключайтесь. Дальше будет только интереснее. Пока-пока. Блин, 23 обещали. У меня такое ощущение, что все 30 сейчас. Главная проблема всех моих подписчиков. Меньше бабы, больше мотоцикла дайте. Следующий будет Харлей. У меня сегодня план, а завтра мне в 9 утра уже в Ярославль стартовать с колонной 80 мотоциклов. Субтитры сделал DimaTorzok